В этом видео я объясню, как доказабочность специальной теории относительности Эйнштейна. Так почему же ты вообще должен беспокоиться о специальной теории относительности Эйнштейна? Потому что это создает проблемы для нас с точки зрения развития нашей науки об электричестве. Если мы будем продолжать учить, что свет и электромагнетизм основаны на движущихся частицах, то мы так и останемся в тупике в развитии науки об электричестве. Это статья Эйнштейна по специальной теории относительности, но поймите, что на самом деле это статья по электротехнике. Электродинамика означает движение электричества, или сегодня мы обычно используем термин электромагнетизм. Здесь вы можете увидеть, что специальная теория относительности Эйнштейна это то, что устраняет среду для электромагнетизма. А теперь приведу аналогию того, что это означает. Это все равно, что смотреть на озеро и видеть волны, но затем убрать среду в виде воды. Теперь, когда мы используем слово волны, оно теряет смысл. Его теория лишает логики идею световых волн или электромагнитных волн. Эта теория также приводит к странному нелогичному поведению во времени и пространстве или парадоксам. Популярным примером для времени был бы парадокс близнецов, а для пространства — поезд в туннеле. Так сколько же нелогичности мы готовы принять в современной науке? Так в чем же ошибочно специальная теория относительности? Я сосредоточусь на двух основных проблемах, связанных с этой теорией. Парадокс часов — это известная проблема, и я узнал о ней, прочитав эту книгу. В ней также описывается история всех академических догм, окружающих теорию Эйнштейна. Но по сей день проблема парадокса часов все еще остается нерешенной. Я думаю, что провал доказательства сферической волны — это менее известная проблема теории относительности. Это серьезная проблема для теории относительности, потому что именно она ее опровергает. В доказательстве сферической волны Эйнштейн показал, что принцип относительности совместим со скоростью фотона, и он предположил, что его расчеты верны. Но когда ты действительно проверяешь это, оказывается, что это неверно, и это сводит на нет всю теорию. Я покажу тебе, о чем я здесь говорю, поэтому в первой части статьи Эйнштейн должен описать, что он подразумевает под принципом относительности. А затем он должен связать этот принцип с постоянной скоростью фотонов в пустом пространстве. Здесь он упоминает, что они, по-видимому, несовместимы, и доказательства сферической волны — это то, где он пытается сделать их совместимыми. Я узнал о доказательстве сферической волны из книги Стивена Брайанта, и я покажу вам программу, которую я написал, которая вычисляет математику для защиты от сферических волн. Вот тебе предупреждение, теория относительности Эйнштейна в спешке может стать сложной и запутанной, и пойми, что если ты будешь спорить с кем-то, кто является релятивистом, они затащат тебя в самую гущу событий и создавать сложности, чтобы защитить эту теорию. Используя термин «сложность», они обычно говорят, что ты не понимаешь теорию относительности, и по сути уходят от разговора. Вот почему я решил сосредоточиться на этих двух основных проблемах, и я хочу придерживаться слов самого Эйнштейна в его собственной статье. Чем больше ты узнаешь об эффекте Доплера, тем лучше поймешь, как работает свет в волновой среде, и поймешь, с какой проблемой столкнулся Эйнштейн, когда удалил эту среду. Мне нужен свет. В воздушной среде мы все знакомы с этими звуковыми волнами. Фактическая высота звука автомобильного гудка изменилась, потому что он двигался относительно вас. Если видимый источник света движется относительно вас, то вы увидите изменение цвета. Эти изменения высоты звука и цвета света описываются эффектом Доплера. И в этой формуле буква С обозначает скорость распространения волн в среде. Эйнштейн убрал среду, и теперь ему нужно проявить настоящий творческий подход, чтобы объяснить, как свет будет работать без среды. В своей статье о фотоэлектрическом эффекте, опубликованной несколькими месяцами ранее, он говорит, что волновая теория света, в которой есть среда, называемая эфир, вероятно, никогда не будет заменен другой теорией. А затем, в своей работе по специальной теории относительности, он убрал среду для световых волн и заменил ее пустым пространством и легкими частицами. Возвращаясь к эффекту Доплера, скорость распространения волн в среде заменяется скоростью частицы фотона в пустом пространстве. Так что теперь мы переходим к системам отсчета. Вы можете просто рассматривать их как типы движения, и есть только два типа движения, вы либо ускоряетесь, либо нет. Системы отсчета, которые применяются в специальной теории относительности, иногда называют галилеевыми системами отсчета. Эти системы отсчета имеют дело с постоянным движением. Системы отсчета, которые изменяют свое движение, другими словами, ускоряются или замедляются, называются не галилеевыми системами отсчета. Опять же, системы отчета с изменяющимся движением неприменимы к специальной теории относительности Итак, помните пример со звуком автомобильного гудка Ваша система отчета будет неподвижно стоять рядом с дорогой, а система отчета автомобиля будет двигаться с постоянной скоростью прямо мимо вас Это оба примера галилеевых систем отчета, которые применимы к специальной теории относительности Даже несмотря на то, что ты стоял неподвижно, эта рамка применима и обычно называется в состоянии покоя Так вот, эти системы отчета существовали еще до Эйнштейна Эйнштейн изменил тот факт, что все эти галилеевы системы отчета теперь равноправны, они находятся в иерархии Так что же, черт возьми, это значит Я не хочу утомлять тебя разговорами о системах отчета, но ты должен понимать, что эта идея-то, что нужно В этой теории много нелогичного Это говорит нам о том, что человек в движущейся машине может утверждать, что он находится в состоянии покоя, а человек на обочине часть улицы движется Это может показаться странным, но реальная проблема в том, что на каждую проблему в специальной теории относительности есть два разных ответа, и один из них, всегда ошибаешься Не переживай, если ты еще не до конца усвоил идею системы отчета Это довольно просто, но это не то, как мы обычно думаем о вещах Так что сначала мы рассмотрим парадокс часов, и надеюсь это станет для тебя более понятным Давай углубимся в теорию относительности и поговорим о том, как замедляется время, или о парадоксе часов Итак, идея здесь в том, что у вас есть неподвижные часы, а затем движущиеся часы, и движущиеся часы будут замедляться по сравнению с часами, которые находятся на отдохни Давай взглянем на эту идею из статьи Эйнштейна Там говорится, что часы, перенесенные из точки А в точку В, будут отставать от часов, которые находились в точке В с самого начала, и это время задержки можно рассчитать Вот по этой формуле Таким образом он утверждает, что движущиеся часы замедляются относительно часов в состоянии покоя Но в теории относительности Эйнштейна любая система отчета может утверждать, что они находятся в состоянии покоя Так что же касается одноранговых систем отчета, каким часам вы применяете формулу? Какие часы на самом деле замедляются? Нет никакого смысла в том, что они оба замедляются Здесь ты получишь два разных ответа У каждого из часов есть ответ, что другие часы замедляют ход, но только один из этих ответов может быть правильным И в этом заключается парадокс часов, на который до сих пор нет правильного ответа Итак, в следующем абзаце Эйнштейн сам допускает ошибку, связанную с парадоксом часов Он приводит пример неподвижных часов на экваторе и других неподвижных часов на южном полюсе Поскольку оба часовых механизма находятся в состоянии покоя и ни один из них не движется, они должны оставаться синхронизированными Вот здесь он приводит еще один пример Если в точке А есть два синхронизированных часовых механизма, и вы просто берете один из них, перемещаете его с постоянной скоростью, а затем возвращаете в точку АА Тогда эти сдвинутые часы будут отставать По этим расчетам за другими часами, которые были в состоянии покоя Из этого мы заключаем, что часы со сбалансированным колесом, которые расположены на экваторе Земли, должны идти совсем немного медленнее, чем абсолютно идентичные часы, которые расположены на экваторе Земли На одном из полюсов Земли Давай проиллюстрируем это Два человека находятся в состоянии покоя со своими синхронизированными часами за столом на экваторе Теперь мы можем растянуть этот стол до самого южного полюса Они все еще сидят за тем же столом Они оба отдыхают Следовательно, ни те, ни другие часы не замедляют ход А теперь скажи, почему Эйнштейн сказал, что часы на экваторе Земли должны идти немного медленнее? Так вот, согласно National Geographic, экватор движется со скоростью 1000 миль в час, в то время как полюса почти не двигаются Теперь мы знаем, что когда вы сидите за столом с кем-то еще, ни один из людей не двигается, но давайте отбросим эту идею и продолжим в том же духе С тем, что говорит Эйнштейн Когда Эйнштейн выбрал часы на экваторе в качестве движущихся часов или тех, которые замедляются, в этот момент он был авторитетом в том, какая система отчета движется, но Эйнштейн Теория относительности говорит нам, что авторитетной системы отчета не существует, они равноправны Любой человек может утверждать, что он находится в состоянии покоя, а другой человек движется Итак, если Эйнштейн утверждает, что одни из этих часов движутся, и что движущиеся часы замедляют ход, почему он выбрал часы на экваторе как те, которые замедляют ход? Часы на экваторе могут утверждать, что они находятся в состоянии покоя, а часы на южном полюсе, это те, которые движутся, и следовательно должны замедляться Итак, теперь ты видишь, что идея одноранговых систем отчета каждый раз приводит к двум разным ответам, и один из этих ответов очевидно неверен Так что Эйнштейн отбросил один из двух вариантов ответа Он был авторитетом, который определил экваториальные часы как движущиеся, и в своей статье сам попал в ловушку парадокса часов Так что же сам Эйнштейн сказал об этом парадоксе часов? Так что, по моему личному мнению и с научной точки зрения, именно из-за этой статьи я потерял много уважения к Эйнштейну Я уверен, что он просто пытается защитить свою теорию, вместо того чтобы попытаться выяснить, что на самом деле происходит в природе Эта статья была написана 13 лет спустя, и он описывает имитированный диалог между критиком теории относительности и кем-то, кто верит в теорию относительности Итак, у нас есть часы два, движущиеся с постоянной скоростью в направлении точки В, а затем обратно в точку А По прибытии в точку А эти часы останавливаются А теперь посмотри, что он здесь делает В своем мысленном эксперименте он прибавляет скорость Сейчас он расскажет о парадоксе часов, в котором время действительно замедляется Итак, согласно теории относительности Эйнштейна, этот процесс должен происходить точно таким же образом, когда вы меняете систему отсчета Это означает, что мы получим второй ответ, когда часы один движутся, а часы два находятся в состоянии покоя Итак, теперь часы один говорят, что они медленнее, чем часы два Даже самый ревностный приверженец теории не может утверждать, что из двух часов, стоящих бок о бок, одни идут медленнее других Итак, спустя 13 лет Эйнштейн пытается это объяснить и говорит, что вся цепочка рассуждений неправомерна, потому что одна из систем отсчета В Этот мысленный эксперимент был ускорен Хорошо, давайте продолжим, но все равно остается вопрос, как узнать, в какой системе отчета часы движутся медленнее Как определить, какой ответ нужно отбросить Каждая система отчета по-прежнему может утверждать, что она находится в состоянии покоя и видит другого человека движущимся, ускоряющимся или замедляющимся Так природа каким-то образом определяет, какая система отчета ускоряется? Я не знаю, на мой взгляд это был ужасный ответ, и я не думаю, что многие релятивисты даже используют его ответ, чтобы попытаться объяснить парадокс Так вот, этот парадокс часов не доказывает, что эта теория не верна, он просто доказывает, что здесь что-то не так Провал доказательства сферической волны, это то, что сводит на нет всю эту теорию Это доказательство содержится в разделе три статьи по теории относительности Из системы координат REST берутся координаты XYZ и временные координаты, затем производится математический расчет, который сообщает вам о системе отчета, находящейся в движении Вот уравнения, которые показывают, как замедлить время и уменьшить пространство Это самый важный абзац в этой статье В нем говорится, поскольку мы еще не представили доказательства того, что принцип постоянной скорости света совместим с принципом относительности Эйнштейна И в этом весь смысл этой статьи Помнишь, на первой странице он сказал, что они на первый взгляд несовместимы? Его принцип относительности и постоянная скорость света Так как же нам это доказать? Здесь все в порядке Итак, когда движущаяся система и система, находящиеся в состоянии покоя, находятся в один и тот же момент времени, вы посылаете сферу фотонов Таким образом, уравнение системы покоя выглядит следующим образом Затем вы используете уравнения преобразования, которые сообщают вам о движущейся системе И ответом на это уравнение движущейся системы должна быть сфера, наблюдаемая в движущейся системе Это доказывает, что два наших фундаментальных принципа совместимы Все в порядке Давай попробуем Итак, это простая программа, которую я написал на Python, и она отображает точку зрения неподвижного наблюдателя на световую сферу через одну секунду Давай запустим ее А вот график для неподвижного наблюдателя По истечении одной секунды времени или одной световой секунды мы получаем эту сферу Идея здесь заключается в том, что движущаяся рамка будет идеально совпадать с неподвижным наблюдателем в точке 0,0 в этой системе координат В этот момент, в момент времени 0, срабатывает световой импульс И я использую идею световых секунд, где за одну секунду он преодолевает расстояние в одну единицу За две секунды он преодолеет расстояние в две единицы на графике Это программа для движущейся системы отсчета Вот здесь я запрограммировал его двигаться со скоростью в три четверти скорости света А затем мы построим график и посмотрим, как он будет выглядеть Здесь вы можете видеть, что движущийся наблюдатель не видит сферу Именно это опровергает специальную теорию относительности Эйнштейна Вы можете видеть, что неподвижный наблюдатель видит световой импульс как сферу через одну секунду, а движущийся наблюдатель видит эллипс Эйнштейн прямо здесь говорит, что движущийся наблюдатель должен видеть сферу Когда вы приближаетесь к скорости света, например, к 98% от скорости света и запускаете программу, вы можете увидеть, что эллипс становится еще более выраженным Одна вещь, которую я сделал, чтобы проверить свою работу, заключалась в том, что моя программа выдавала кучу координат, которые я мог просто ввести в этот графический калькулятор, который находится в сети Так вот, это и есть неподвижный наблюдатель через секунду Если ты еще не заметил, я убрал координату Z, так что мне не нужно работать в трехмерном пространстве Движущаяся рамка будет двигаться со скоростью 75% скорости света, и я буду запускать это Все, что нужно сделать, это ввести набор координат, которые я просто скопирую и вставлю в графический калькулятор Desmos А теперь я вставлю их сюда Все это дает мне представление о том, что мой график на Python не делает ничего странного Другими словами, я просто проверяю его с помощью другого источника Как вы можете видеть, неподвижная световая сфера и движущаяся система координат не совпадают Очевидно, что это эллипс Давай попробуем еще раз на скорости, равной 98% скорости света Запусти программу, введи координаты и скопируй их Теперь я вставлю их в Desmos, возведу график в квадрат, увеличу масштаб, и станет совершенно ясно, что они не совпадают, и сферическая волна доказательства терпит неудачу В специальной теории относительности Эйнштейна Я добавлю исходный код в описание видео, на случай если ты захочешь использовать его для написания своей собственной программы Или просто проверить, не сделал ли я чего-нибудь слишком глупого Но я хочу показать тебе еще кое-что, прежде чем закончу это видео Я хотел бы продемонстрировать пару таких анимаций, которые помогут связать все воедино Таким образом, у нас есть две разные системы отсчета, которые показывают одно и то же событие Когда этот вагон поезда проезжает мимо этого столба, он посылает световой импульс Поскольку это теория относительности Эйнштейна, у тебя есть два варианта ответа Один, когда движется товарный вагон, а другой, когда движется столб Когда товарный вагон находится в покое, ты получишь этот ответ Когда столб находится в покое, ты получишь другой ответ И из того, что я только что показал тебе в этом видео, ты знаешь, что один из этих ответов неверен Теперь эта анимация имитирует, была ли эфирная среда в состоянии покоя Это имитация систем отсчета, существовавших до теории относительности Эйнштейна На верхнем кадре представьте, что вы стоите на краю причала и бросаете кирпич в воду На нижнем кадре ты сидишь в лодке, смотришь на причал и видишь, как кирпич падает в воду Итак, на верхнем кадре вы можете наблюдать за проплывающей мимо лодкой, а на нижнем кадре, когда вы находитесь в лодке, вы можете наблюдать за проплывающим мимо причалом Таким образом, при использовании волновой среды в качестве авторитетной системы отсчета, все эти события просто выстраиваются естественным образом Итак, я оставлю тебя с этой идеей на размышления, и на этом видео заканчивается, так что спасибо, что вы слушали Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! ? КОНЕЦ ؟ Продолжение следует...